Привет! В этом видео я хочу показать, как можно сделать тот рендер с текстом, который вы видели в самом начале, и как сделать такой вот эффект. Видео будет достаточно коротким, поэтому предлагаю уже начинать. Создаем эффект, точнее объект текст. В режиме редактирования пишем то, что мы хотим видеть. Например, что-то из этого рода. Затем во вкладке «Текст» я делаю привязку к центру. Затем выбираю нужный мне шрифт в этой вкладке, в вкладке «Фонд». Выбираю в этой папочке любой шрифт, который мне подойдет. Я просто себе на рабочий стол закинул то, что мне надо. Я выбираю этот шрифт, и я хочу у него изменить лишь его расстояние между словами. Точнее, между строками. Вот, «Line Spacing». Мы это тянем, тянем, тянем до того состояния, когда нас не устроит это все. Затем, чтобы проще работать затем с этим текстом, я беру ему уменьшаю «Resolution». Ну, примерно до того момента, где он не начнет выглядеть уже совсем плохо. И вот, наверное, смотрю. Но можно еще побольше. В принципе, я думаю, даже вот так вот 8 нам подойдет. Затем в модификаторах добавляем модификатор «Decimate» и включаем здесь «Planar». Это сделано для того, чтобы при переводе нашего текста в «Mesh» у нас не было лишних граней вот тут вот спереди. «Object», «Convert», «Mesh». Смотрим, что у нас есть. У нас есть вот такое вот месиво из точек. В принципе, оно нам не помешает, так как руками будем работать достаточно немного. Что нам сейчас нужно сделать? Это взять вот эти на проблемных буквах. Это те, которые имеют внутренний какой-то вырез. Нужно им более адекватно сделать вот эти соединения. Я буду делать следующим образом. Просто, чтобы оно не было слишком как-то близко или под каким-то странным углом. А здесь сделаю просто. Удалю в «G». Выделяю. Так, нет. Стоять. С «Control». Сюда, сюда. «Control». Выделю. «F». «F». Все. Эта история у нас есть. Затем, что я сделаю? Вот эти буквы «O». Я их удалю. Я просто позаменяю это все дело. Потом. Что насчет... Наверное, поработаю с этой буквой «R». Поэтому вот эту можно удалить. «Verticals». Собственно. И тут вот, как я уже говорил, есть слишком близко вот эти грани. Тут я их хочу сделать следующим образом. «J». «J». А тут просто. «Edges». Ну или может у нас будет даже лучше, если мы сделаем просто «Dissolve». Тут мне только вот не нравится то, что оно здесь выделяет... Точнее, убирает еще одну точку, поэтому придется вот так вот сделать. «Выделить», как мы только что уже делали. «Edges». «Edges». Так. Быстренько это все выделим. Так. Так-так-так-так-так-так. Вот так. Так. «F». Уделяем «F». Так. И тут, в принципе, «Dissolve». Нет. «Tick». В принципе, я думаю, даже вот так вот пойдет. Оно нам не помешает, поэтому пусть оно так и остается. Нам это в данной ситуации не слишком принципиально. Затем здесь «J». «J». Та же самая история. Удалить. И «F». Заполнить. Что мы делаем дальше? Дальше мы делаем «Extrude». Сразу же проверю на вывернутость. Все нормально. Вот. Я понимаю то, что вот эти слишком близкие грани, они мне будут мешать. Я нажимаю сюда. «Automerge». Включаю. «Дважды G». «Дважды G». С этой стороны тоже самое. «Дважды G». Смотрю, есть ли что-то похожее вот здесь. Но, может быть, вот это. В принципе, да. Возьму его тоже туда дважды G и уберу. Оно, собственно, там уже и слилось. Что мы делаем далее? Что мы делаем далее? Дальше нам надо взять... Вот тут я только что взял и подвинул. Я хочу немножко в сторону еще отодвинуть, потому что буква «R» немножко кривая тогда получается. Вот так. Затем нам надо выделить вот эти вот передние грани. Что я делаю? Выделяю какую-то переднюю вот эту грань. «Shift G». «Normal». И оно выделяет все вот эти передние грани. Сейчас мы будем более тонко уже, если нам понадобится, настраивать вот эти соединения, чтобы у нас получилось адекватное скругление. Нам надо снять выделение с вот этих вот внутренних ребер и оставить только внешние. Смотрим, больше нигде нет. Супер. Давайте «Ctrl B». Так, так. Скругляем. А ну-ка, смотрим, как у нас там с «G» встают дела. «G» у нас тоже, собственно, хорошо скругляется. Поэтому это такая самая проблемная буква в данной ситуации. Ну и так как нам, в принципе, не важна, скажем так, не важна чистота, чистота самих полигонов и в целом какая-то оптимизация, я добавлю такое вот большое количество петель, чтобы оно выглядело у меня более гладким. Чтобы не применять различные модификаторы, потому что возня с ними – это вообще уже отдельный вопрос. Пока что у нас тут более ручная работа. Так, смотрим, 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 нигде никаких артефактов не замечено. «Shade Smooth». Так, «Normal». «Auto Smooth». Супер. Что нам надо сделать далее? Далее мы возьмем и удалим вот эти вот вещи все с этой стороны, с этой, с этой, с этой, с этой. Удалим их просто. «X Faces». Нам они не нужны. Параллельно не забываем откопировать наши буквы, которые мы до этого удалили. Выбираем привязку к вертексам. Так, «Shift Y». «Control». Оп, привязал. Немножко нет, но давайте вот так вот, вручную. И примерно на одинаковое удаленное расстояние между ними ставим. Смотрю. Супер. Теперь две буквы «О». Копируем. И что у нас тут получается? Нижняя грань должна быть чуть-чуть ниже, чем вот эта часть, чтобы сохранить визуальную компенсацию. Давайте вот так вот. И еще раз откопируем. Так. Осталось это дело немножко выровнять. Смотрим. Оп. Я думаю. Я думаю, вот так достаточно ровно получилось. Хочу сразу же повернуть, так как мне это надо. И пока что подниму. Затем. Так, тут у нас что-то торчит. Что это у нас торчит? А, это буква «R». У нас не зашла до конца. Давайте ее, атака с привязочкой. Смотрим. У нас слишком далеко. Так-так-так-так-так-так. Вот. Вот. Вот-вот-вот-вот-вот. Вот так вроде бы плюс-минус. Ну, чтобы на всякий случай у нас было тут ровно, я возьму, выделю вот эти грани. S, Y, 0. И они там выровнялись. Далее. Shift-S. Курсор to selected. Set region to 3D cursor. И теперь Shift-S. Курсор to world region, чтобы вернуть его в изначальное состояние. Добавляю модификатор зеркала. И по... Так, не по Y. В данном случае по Z. Клиппинг. В целом, получился у нас вот такой вот текст, который мы теперь должны красивенько сделать с нужными материалами. Делаем play. Ну, растянем его где-то до такого вот состояния. Затем мы используем аддон, который называется PR-Izacem. Я его, ссылку на него приложу в описании к видео. Это простой аддон, который позволяет сделать всевозможные изометрические камеры. Давайте сделаем True-Izacem. Так. И поставлю я здесь 1200. Ну, 1200 условно, да. Тут я бы хотел развернуть. В камере. Камера, камера, камера. Давайте ее приблизим. Вот что-то такое. Ну, а теперь нам надо взять это все отцентровать. Смотрим. Ну, я буду примерно сейчас на глаз ориентироваться, чтобы оно стояло примерно по центру. Хочу еще немножечко ближе. Наверное, вот так вот. Хорошо. Этот результат у нас теперь есть. У нас есть, по сути, все объекты, с которыми мы будем работать. Что нам осталось сделать? Теперь нам осталось добавить, давайте, освещение. Так. В данном случае, наверное, солнце будет достаточно. Я сразу же включу Cycles. GPU. Color Management поставлю на High Contrast пока что. Ну, и в кривых немножечко подтяну, как я люблю. Вот тут вот внизу, чтобы были более темные тени такие. Затем мы берем солнце и крутим его до того состояния, когда нам оно не понравится. Ну, мне оно, наверное, нравится. Где-то вот. Где-то вот. Вот так вот. Ставлю четверочку. Может, 4 это много. Давайте 3 пока что. Angle я поставлю помягче тени, я хочу сделать. И поставлю 50. Сразу же 50. Тут нам надо выровнять этот текст. Ну, я сделаю это тоже вручную. Просто вот так вот по зеленой линии. Вот так вот посажу его. Так, смотрим. Ну, он у нас по центру и остался. Плюс-минус. Хорошо. Давайте теперь дальше продолжать работать именно уже с самим материалом. Сначала я добавлю материал на вот этот вот фон. Так. Гразин текстура. Ctrl-T. У вас должен быть addon not Wrangler. Но я уже десятки раз о нем упоминал, поэтому не буду уже показывать, как и что, и где. Я думаю, вы уже знаете и умеете. Color Ramp. Так, добавляем. И подключаем к Base Color. Цвет к цвету. А, так, только мы это сделали на вот этот объект. А нам надо на вот этот. Давайте Ctrl-L. Link Material. А тут я его уберу. Так, вот, да. А сейчас я хочу выбрать ту гамму, которая мне больше понравится. Наверное, возьму что-то такое розовенькое. Давайте сюда. Что-то вот сюда. А здесь... Может быть, что-то вот такое. Наверное, сразу же и поставлю. Не High Contrast, а Вере. Вере. Вере High Contrast. Да, вот. Так, тут чуть-чуть подтянем. Супер. В принципе, пока что смотрится так, как я и хотел. Может быть, только тут. Добавлю Heave Saturation. Saturation. Еще единичку, наверное. И Value 1.2. 1.1. Наверное, 1.1. Экспозицию 0.1. Плюс-минус пока что будет так. Теперь этот материал. Делаем новый материал. В принципе, отсюда можно взять и скопировать вот эти вещи. Ctrl-C. Ctrl-V. И подключаем к Base Color. Только вот здесь у нас уже нам надо бы сейчас взять это дело. Давайте вот так вот развернем. Но и надо по X, как мы видим. По X чуть-чуть подвигать. Но мы немножко неправильно развернули. Неправильно. Ну-ка. Оп-оп-оп-оп-оп. Значит. Так. Ага. Вот так вот. Надо было по Y. В принципе, оно находится плюс-минус в том же самом в нужном положении. Но мне они сильно устраивают. Вот именно этот сам градиент. Поэтому я, может быть, его возьму. Чуть-чуть. Да и... Так. Не то. Простяну. Но почему-то не тянется. Окей. Окей. Все. Нет, так нет. Давайте просто тогда вот так вот сместим. Буквально немножечко. Ну и надо бы взять его... Ой. Надо бы взять его, собственно, немножко изменить цвет, чтобы он был более подходящим. Потому что тут у нас пока что другой цвет получается. Так. Я возьму сразу же... Смотрю. У меня фиолет выйдет. Это здесь. Да. Плюс-минус. Давайте что-то... Так, так, так. Ищем, 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 ищем. Угу. Окей. Тут, в принципе, оно. А тут надо посветлее бы. Может быть, вот так вот. Пока что вот так вот пусть будет. Сапсерфейс выкручиваем на максимум. К сапсерфейс цвету добавляем тот же самый. Тот же самый коннект. Мы его сюда закидываем. А вот. В принципе, что у нас получается. Давайте смотреть. Денойс есть. Поставлю на... Ну, пусть... Четыреста. Что-то такое. Что-то такое вот пусть будет. В принципе, даже, наверное, нет смысла рендерить. Я прям во вьюпорте это все дело. И гляну. Так. Сэмпл плюс тысяча остается. Денойс включаю. Так. Жду, 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 жду. Жду, 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 жду. Вот. И тот результат, собственно, который вы видели на превью, он уже достигнут. Ну, а может быть, мы могли бы его как-то улучшить. Да, мы могли бы это сделать, если бы мы, например, добавили какой-то реалайт. Условный там сверху. Подсветить как-то это все дело чуть-чуть. Может, было бы даже и посимпатичнее. Давайте посмотрим. Чтобы было какое-то разнообразие. Так, тут, наверное, слишком сильно подсветило. Может быть, вот так чуть-чуть. Так. Ну, в принципе, разница не сильно-то и заметна. Ну, давайте верну все-таки десяточку. В целом, вы тут можете уже вольно играться с тем, что вы хотите здесь более, скажем так, конкретно видеть. Гальдиенты можете менять и все остальные вещи. А пока я быстро отрендерю, и мы вместе с вами посмотрим, что у нас получилось в конечном итоге. Итак, вот такой вот суперски мягкий текст у нас вышел. Какой-то даже что-то мороженое напоминает или что-то типа этого. Еще к этому тексту, что мы можем сделать? Мы можем взять и у него в материалах изменить, например, Roughness. Сделать его чуть более отражающим, что ли. В принципе, вы вольны в этом плане делать то, что вам именно нравится. Вот. Чтобы он казался более таким... Ну, что-то лак, может, напоминает. И, в принципе, тоже очень интересный результат из этого всего вышло. Мне так даже больше нравится. Вот. А пока на этом все. Я записываю это видео, когда у меня уже тысяча первых человек моих подписались на меня уже. За что огромное спасибо. Вот я сейчас думаю, чтобы мне такое вот придумать. Как бы мне так вывернуться, чтобы еще больше людей было. Вот. В целом, хотелось бы сказать спасибо. Ну, а пока все. Буду делать новые уроки. Все. Спасибо большое. Пока. Пока.